Итак, хорошая традиция у нас образовалась совсем недавно. Александр Савченко решил удивлять теперь нас каждую неделю. И вот уже традиционно мы теперь собираемся вместе обсуждать такие темы, которые были когда-то актуальны для нашего города. Александровское Запорожье. Так называется рубрика. И с удовольствием скажу доброе утро Саше Савченко. Я знаю, что ей просыпаться очень сложно. Саша, доброе утро. Доброе утро. Сколько сейчас кофе уже успела выпить? Полторы. Полторы? Да. То ли еще будет. Расскажи, о чем сегодня пойдет речь. Я знаю, что каждый выход твоей рубрики знаменателен. Ты находишь такие факты, о которых не знает, наверное, большинство жителей нашего города. Сегодня я хотела бы рассказать о женщинах, которые пали. Пали. Пали, да. Которые занимались в свое время обслуживанием мужчин, но не официанток. Вот как-то так. Вдохновило меня то, что Юрий Луценко недавно предложил легализовать вот этот процесс, чтобы государство получало налоги. Как говорится, не можешь побороться, надо возглавить. Вот да, как раз примерно с этого предложения начинается моя экскурсия. Мне кажется, Юра, ты уже ее посмотрел. Я чувствую, что Юра цикавился этой темой еще с нашей попередней встречи, когда ты только обещала нам такой выпуск. Слушай, ну вот, много появилось таких мест, где локализировались представницы наистародавнейшей профессии в Запорожье? В Александровске было не так много мест. В Диангландии. Нет, не так. Конечно, не так. Во-первых, недовольные жители отправляли бордели из центра города в... На окраину. Да, на окраину. На какую конкретно местность я расскажу в экскурсии. Поэтому, в принципе, сосредоточение было именно там. И возле железнодорожных вокзалов, потому что там был большой поток людей. Традиционно транспортные развязки привлекали как раз... Ось, власне, и народилась думка про те... Хочу корректно назвать. Юра, ось, я теперь знаю, что нужно сделать для того, чтобы мости в Запорожье добудовались. От чего там не вистачает, какой инфраструктур. Давайте подивимось разом сюжетом, что уже интересно, что там на самом деле происходило и где в Запорожье находились эти центры. Платное предоставление плотских утех считается самой древней профессией в мире. Многим государствам не удавалось искоренить этот вид деятельности, поэтому приходилось его разрешать. Существовало два вида проституции – одиночная и бордельная. В документах власть не использовала термины бордель или публичный дом, мягко называя такие учреждения домами терпимости. А пошло это наименование того, что дома разврата не запрещали, а как бы терпели чиновники. Первые проявления проституции как профессии в Российской империи зафиксированы в 17 веке. А уже в 1649 году платные плацкие услуги впервые запретили. Женщин-нарушительниц избивали батагом. В то время проституция приравнивалась к убийствам, грабежам и курению табака. Во времена правления Павла I был выдан указ, которым постановлялось отправлять куртизанок в Сибирь на рудники. Также путанам разработали спецодежду – желтое платье. С тех пор желтый цвет стал символом проституции в Российской империи. В середине 19 века царь Николай I вел обязательное медицинское обследование. Дважды в неделю медики заглядывали под юбки к девушкам легкого поведения, которые стали разносчицами венерических заболеваний. С конца 19 века путанам выдавали желтый билет – смотровую книжку, которая состояла из восьми страниц. На первой странице помещалась фотография проститутки, на втором развороте – правила по надзору и правила для публичных женщин. А на последней странице ставились медицинские пометки. В Александровске первый дом терпимости появился в 1874 году. Кстати, такие заведения могли открывать только женщины, но были и исключения. Например, в 1884 году губернский секретарь, бывший учитель по фамилии Василенко, в своем доме подал властям прошение открыть бордель. Он просто не мог иначе прокормить свою семью. Ему разрешили. А вот некой мещанке Анне Моисеевне Цибульской, которая хотела открыть бордель на площади Тараса Шевченко, где ныне находится райадминистрация Шевченковского района, было отказано. В начале бордели строились рядом с центром Александровска, неподалеку от улицы Соборной, нынешний проспект Ленина, а также возле железнодорожных вокзалов. Размещались они в небольших одно- и двухэтажных кирпичных домиках. Но из-за многочисленных жалоб соседей на постоянные драки и пьяные вопли власть переносила заведение в карантинку – казенный карантинный поселок, который нам известен под названием Калантыровка. Например, дом терпимости Китайчиковых сначала находился рядом со школой смешанного типа, а после многочисленных кляус местных жителей его перенесли в карантинку. Правда, открыли его возле сиротского приюта. Два здания отделяла только маленькая ограда. Не выдержав натиска от чественности, власти решили моральный вопрос по-своему. Они поставили между борделем и приютом забор повыше. В 1905 году в Александровске были официально зарегистрированы три публичных дома. Самый крупный, в нем работали порядка 20 путан, принадлежал Ханне Рутман, два других – семейству Якубовичей. Располагались они рядом с железнодорожным вокзалом, ныне Запорожье-2. Кстати, первый телефон в Александровске появился именно у мадам Ханны Рутман в 1893 году. Средняя заработная плата к партизанке составляла 8 рублей. Для сравнения, заводской рабочий получал 30 рублей, а средний чиновник – 40 в 50. В самые хлебные времена отчисления Софьи Якубович в городскую казну составляли 222 рубля в год. Кстати, на деньги Александровских мадам содержались полицейские городовые. Вот про полицейские городовые мне, до речи, факт сподобался не больше. Саша, ну, святки? Подожди, мы договорились, что вдруг, если такое произойдет, то мы все вырученные денежные средства пустим на строительство мостов. Мы уже зрозумели, в каких местах требуется ставить подобные домики, для того, чтобы и дороги там были найкрашими, и мости развивались. Бачишь, вот біля залезничного вокзалу поставили кілька... Шутки шутками, ну а вообще... Все, и есть вокзал, и ходят, и потяги. Где ты доставишь такую информацию? Расскажи. Недавно ходила на книжную тологу, я думаю, все в Запорожье помнят об этом мероприятии, и случайно наткнулась в Краеведческий музей, выставлял там свою палатку, и вот я искала что-нибудь о Запорожье, Александровске или Запорожской области, и, собственно говоря, вот эта книга нашего запорожского историка Ильи Баркова, благодаря ей мне удалось узнать вот такие вот интересные факты. Вот пока мы шукали на запорожьской книжковой толосе красею, каски с иллюстрациями, и ведомец Старого Лева Саша Савченко, знайшла там книжку про Александриских повей. Ну так вот. Ну, спасибо большое, Саша, за интересную информацию. Я знаю, что ты на этом не останавливаешься, но так вот, приоткрывая занавесу тайны следующей темы, о чем пойдет речь? Книжка не мала, там еще на кілька выпусков выстачат. Да, там, допустим, я могу рассказать о врачах, которые отказывались лечить женщин легкого поведения, из-за чего, как они это обосновывали, и как из этого выходили. Я смотрю, у вас такая тема актуальна оказалась. Она и не принято говорить, поэтому она интересна. Дискриминували жёнок, как тогда, так и куда, и сейчас. Как с этим будем бороться, расскажем о наших наступных программах. Саша Савченко сегодня была у нас в гостях, автор рубрики «Олександриские запорожья». Наступные выпуски будут еще и интереснее, что с нашей программой. Да, и, кстати, очень актуальная тема, последние дни обсуждаем. Это практически завершился процесс голосования, связанный с переименованием улиц. Я думаю, как раз вот как назывались улицы, и как действительно запорожцы принимали или не принимали те или иные названия, я думаю, это одна из тех тем, которая впоследствии может быть также освещена в вашей рубрике. Спасибо большое, Саша, очень интересная информация. «Гороскоп» дали у нас в эфире. Всем просыпаемся, всем хорошего настроения.